Ну что, идём, идём. Так, трупешник лежит, что у нас здесь, ух ты, там дробовик ещё, сейчас доберёмся до дробовика, посмотрим, что здесь у нас, походу, что здесь пусто всё. Так, для смены оружия прокрутка. Ух ты, так, С4, Волк, самозарядный дробовик, очень эффективен на ближних дистанциях. Так, давайте-ка пистолет поменяем, потому что, ух ты, ух ты, ух ты. Внезапно так. На, держи. Необычные такие дробовики, автоматы сделаны. Так, что у нас патроны. Чего ты говоришь? Открывать дверь. Такая фишка с замедлением, как и в Калавдюте. Так, максимум аптечек. Держи. Как вам это нравится? Как он сказал? Ух ты, это как? Так, голова застрела. О, цапнул. Держи. Ещё раз. Перезарядочка. Давай быстрей. Готов. Так, что у нас аптечку надо? Что не тормозить? Не спеша, не спеша. Чтобы... Так вот. Ой. Угу. Живой, да? Притворился, значит. Нас не проведёшь. От старой закалки. Так. Офис копий. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Ох ты! Да ладно, да ладно. Нет, 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 нет. Офис копий. Был опасно. Так. Этот мёртвый. Ты как здесь телепортировался? Так, дверь заблокирована Найдите способ открыть ее Я так понимаю, нам сюда Да, е-мое, как ты так цапаешь-то Это все, что от тебя осталось, что-то Так, боеприпасики Отлично Все, написано Ух ты, почта Почтовый ящик такой Разбивается Свободных мест больше не было Военные обещали вернуться Но я боюсь, что случится новый выбор Гораздо опаснее прежнего Я видел показания Худший счет впереди И я не могу найти свою Надю Так Вертолетное приземление Да что, ворона Давай, проверим Так, мостик Лестница, что-то у нас там Не допрыгнуть по-любому будет Так Что-то ходит вниз куда-то День 83 Алексей по-прежнему не делится едой Женщинам приходится платить за нее с собой Если больше ничего нет Мы помираем с голоду А эта сволочь сидит в своем туннеле И смеется над нами Мы с ребятами собираемся сделать ему сюрприз Макс нашел одну сломанную решетку Теперь мы можем проникнуть в туннель Сегодня ночью посмотрим, кто смеется последним День 84 Разделилась с Алексеем Так ему Так ему предателю Он еще жив, но вряд ли это надолго Исаак избил его до полусмерти Теперь вся еда наша День 85 Крики прекратились Проверим, помер Алексей или нет Если да, то вынесем его трупе И переберемся в туннель Начались дожди Надо торопиться День 89 Еда почти кончилась Олег и Исаак мертвы Они взяли из запасов больше, чем полагается И попытались сбежать Спать в бывшем убежище Алексея ни у кого не получается Все говорят, будто их мучают его крики и видения из прошлого Так, ну я так понимаю Нам основное Это надо Поверху пройти А Здесь Внизу, наверное, какие-нибудь ништячки Должны быть Я так думаю Давайте-ка Посмотрим Ну, как я и говорил Немножко е-99 Проигрыватель Так Здесь Ну что Похранить заживо Давайте Так Как туда не забраться, что ли Ну вот, наверное, проход, да Можно было Отсюда залезть И можно было Там залезть В принципе Отсюда нам Обратно не вылезти Пойдется опять По кругу Так Так Давайте поверху Аптечки Аптечки Максимум У нас Что здесь Трупы Так Ящичек посмотрим Отлично Отлично Машли рубильник Ну все Выдвигаемся Следуй за мной Так Так Еще ящики О, снайперочка Снайперочка Идеальная Для стрельбы На большие расстояния Для ближнего боя Не приспособлена Так Что у нас Давайте-ка По бочке Нет Лови Снайперки Все любят Готово Так Ну что Автомат Ух ты Вертушка Здесь не одни Смотри Вова Нет ли еще Где-то Лови Окей Так Так Люди Начали Бросаться На Солдат Многие Погибли Остальные Ушли Вглубь Острова Я должен Найти Свою Надю Надю Все Какой-то Надю Ищет Так Прибавил Немножко Звука А то Что-то Вообще Тихо Наконец-то Боже Ну прям музей Старины Так Давайте Соберем Патроны Тут Секи А у нас Все по максимуму Что-ли Все О Что-то Мне подсказывать Сейчас будет Ух ты Оружейный шкаф С помощью Оружейного шкафа Можно выбирать Улучшать оружие Вооружейный шкаф Автоматически Добавляется Большинство Найденных Вами Образцов Оружия Улучшение Оружия Вы нашли Уникальную Разработку Чтобы Совершенствовать Своё оружие Воспользоваться Оружением Шкафом Так Давайте Послушаем Черт Эти парни Не слишком Дружелюбны Ужасно Паршу Ух ты Ух ты Ух ты Ну и где вы там Как так-то Нифига Себя Ужасно Перезаряжаем Оружие Ужасно 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 Жесть Вот так Вот будет Круче Точно Так и надо. Держи. Так. Ухты. Ухты, ухты, ухты. держи патрончики надо да и быстрее быстрее валим блин оружие так заделать не получилось ну ладно вот это да капитан рэнко вы капитан рэнко так ведь не удивляйтесь фамилия написана на вашей американцы так дорожат индивидуальности у меня к вам пара вопросов фамилия звание больше ничего не получишь ванюша загляни в справочник по женевской конвенции я на эту бюрократию плюнул много лет ясно мы офицеры армии сша я хочу поговорить с кем-нибудь из нашего посольства боюсь это невозможно по целому я посольство сейчас о-хо-хо мвп где он какой он был мвп да где какие двери черт 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 да я че делаю оу отлично теперь вниз по лестнице и на право вниз вниз ну а дальше ты туда мир двенадцать че вообще происходит у нас нет я состою в организации известных как мир двенадцать вот это прояснит кое какие вопросы катерин я здесь говорит мир двенадцать наша цель донести до человечества правду которую от него скрывают пятидесятых годах двадцатого века был создан военно-научный центр каторга двенадцать правительство и по сей день отрицает этот факт это ложь мы нашли секретные документы согласно которым на этой базе занимались изучением минерала е-99 программу изучения е-99 возглавляли двое ученых доктор виктор баррисов ведущий специалист по квантовой физике ему так и не довелось увидеть плоды своей работы в отчетах говорится что он погиб во время одного из экспериментов после смерти баррисова программу возглавил этот человек он втянул советский союз в войну за мировое господство которую он выиграл благодаря уникальному оружию разработанному в каторге двенадцать сегодня его знают все генеральный секретарь николай демичев председатель мирового правительства события благодаря которым демичев пришел к власти до сих пор окутаны тайной мы нашли записи в которых говорится что демичев самозванец и возникает все больше вопросов о каторге двенадцать что дало генеральному секретарю демичеву такую власть что стало причиной катастрофических разрушений и многочисленных жертв все ниточки ведут к сооружению на каторге двенадцать сингулярности что же такое сингулярность судя по дневнику лишь один человек может ответить на этот вопрос капитан натаниэль рэнко наша главная задача найти капитана рэнко и помочь ему в выполнении его миссии мы мир двенадцать мы говорим людям правду один из ведущих ученых проекта сингулярность втайне построил убежище ты должен найти там есть другой выход держи двусторонняя рация с навигацией и 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 Продолжение следует...